Доброе эстонское утро вам всем! Из рубрики покупки в магазине лидл купили вот такие карманчики что ли написано вроде что они со взбитыми сливками их надо это глубокая заморозка их здесь 10 50 грамм они дешевые там все дешево их надо вынуть положительность на сервировочное блюдо короче тарелку и где-то полчаса они размораживаются такие профитрольки давайте попробуем вот так выглядит они замороженные теперь постоят хвалят люди не знаю пока знаете не попробуешь сам впечатление что они такие знаете как из коробки из к с кондитерской божушку это на самом деле вкусно я бы не сказала что совершенно недавно не были заморожки а за орки очень вкусно много начинки сосиски сосиски 83 процента в которых свинина 750 грамм вот эти снимаешь шкурку и варишь я их варю знаете на сковородке настолько длинные что мне такой огромную кастрюлю брать что чем на сковородке на донышке налить воды и очень вкусные такие как сказать плотная очень капризно с сосисками с детства люблю всякие разные в общем очень вкусные сосиски вот эти тоже про это тоже могу сказать у собственного личного опыта вкусно сосиски польские а кармашки бельгия коробка кошачьего корма кашка шида 12 штук по 100 грамм сейчас будем пробовать как наш код наши коты будут есть это или нет умел оба кота этот корм едят прекрасно пробуем кофе интересно что у него здесь сзади такая клейкая лента не лента полоска и от когда откроете можно будет закрыть хорошо будет держаться и щепот не надо я завариваю прям в кружке ой какой аромат хорошо пахнет этот бориска чувствуете если потереть экран смартфона или компьютера тогда запах тоже передастся сливки тоже из виду 12 процентов для кофе но просто роскошные очень вкусно присоединяйтесь кружечки берите вот такой недорогой кофе из виду запах не очень сильно не очень интенсивный принципе это арабика сто процентов но посмотрим я завариваю в кружке запах и не очень как-то сметана 20 процентов тоже видимо польская говорят что стоит ложку сейчас мы за чуть поставим действительно шикардо сметана вкусно отличная сметана сырочки вот говорят как латвийский корумс латышский вот действительно так смотри во первых сколько у нем точек шоколада и действительно такой как сказать жирненький до вкусный такой же а дешевле намного эти корум стоят 40 с гаком а здесь 20 чем-то по моему цент вкусно очень говядина гуляшом прямо нарезанная было кусочками давайте посмотрим хорошо хорошим мясом пахнет всякое нюхали смотрите отлично даже ничего сейчас будет нас с вами гуляш проверим гуляш на катах пошло еще мне очень понравился черничный джем я понимаю пектины всякие загустители баночка красиво но на блины или в кашу вот самое то и он такой неприторный и не жидкий очень даже на вкус хороший прям черника я довольна еще одна баночка у нас абрикосовое варенье джем тоже знаете ли так это очень ничего хорошая повидло с кусочками все понимаю пектин все такое ну ничего пострадаем йогурт питьевой 99 центов вишня вкус прямо очень хороший такой знаете сливочный и с привкусом вишни ой рекомендую вкусно робуем три разных паштета от лидл вот этот стоил 23 цента на булочку на чиабатту тоже из лидл давайте попробуем кремообразный такой я большой очень любитель паштетов он очень простой такой достаточно солененький чувствуется что печеночно не знаю мне нравится вкусно я бы наверное еще взяла за 20 центов на их чапать это вообще песня 2 пробуем вот такой печеночную колбаску вкуснее первого менее соленый чем вот этот желтенький мне нравится этот и другой я к сожалению соленая люблю но вообще менее соленый вот этот 2 это же вкусный тоже ничего нежный такой очень как крема пастообразный тоже бы взяла второй раз ну посмотрим что маркиз скажет на этот паштет ну вот этот паштет кот есть не стал давайте попробуем 2 а вот этот пошел кота тест да наверное многим они покажутся соленые и последний вот такой сжаренный с жареным мясом такой внутри посмотрим что скажет кот этот паштет кожи тоже есть кот с удовольствием были они двух сортов один был с клюх и второй вот с жареным мясом то есть кроме первого все пошло этот больше на настоящий печеночный говяжий похож вкусный там что-то прохрустывает чуть-чуть как будто этот вкуснее всех не такой сильно соленый и прямо там мясо жареное чувствуется прям в паштете как необычно так но вкусно очень не знаю я не кот я взяла бы все требовав еще раз мне понравились все но тот кто не любит сильно соленая тому будет солено наверно в результате кот съел все паштеты и первый второй третий тут сначала скромничал все хвалят в интернете фейсбуке булочки вот эти с маком открытую ну давайте разрежем посмотрим сделаем свое мнение и правильно что хвалят вид действительно так и не скажешь но у него само тесто с какой-то ванилью само тесто очень вкусное действительно очень много начинки маковые очень вкусную ветчинка пражская ну давайте попробуем тоненькая очень пахнет ничего так как такие тоненькие в смысле я не это имела ввиду я совсем нет ну давай на тебя попробуем угощайся ну отлично значит ветчина хорош значит ветчина хороший так лапы прочь от моей ветчины вкусно знаете на очень копченая копченая такая придыхание копченость рекомендую и мы рекомендуем рыба красная солененькая пробуем ну давайте попробуем ломтики отличные не толстый ничего она пробу чьи это лапы здесь опять тачки тянутся качество продукта мы испытываем на катах если не сдохнет значит нормально что могу сказать очень вкусная и она прямо придыхание копчености во рту солененькая и копченый очень рекомендую белый не ест почему-то эту рыбу белый это пушок а пушок у нас ничего не ест он у нас голубых кровей пицца на вид на картинке такая в реальности такая ну попробуем испечь вот такая готовка красивенькая поджаристая не знаю на вкус так себе какая-то она пресная пресно-острое обычное тесто какое-то не как купиться не знаю второй брас я взяла не взяла такой огурчики евро 05 большая банка я ожидала там такой карусельки знаете за которую поднимаешь ну чтобы пальцами там не лазить карусельки такой нет здесь я бы сказала что они мало хрустят эти огурцы не знаю второй бы раз я нами не взяла мне мало хруст